Здравствуйте. В социальных сетях и на медиаплощадках в последнее время ходят слухи об обновлении состава группы «Гнилой район». В частности, об участии певицы Аймари в качестве бэк-вокалистки «Гнилого района». Согласно ряду источников, она может заменить бывшего участника группы «Мегатрона». Давайте разберемся, реально ли это и подходит ли Аймари на данную роль. Аймари поет уже достаточно давно. Она известна своими каверами на известные хиты англоязычных групп. Она чем-то похожа на другого кавер певца, Пашу Рамштайн. Только Паша Рамштайн поет кавера в оригинале, на немецком, китайском и не других языках. Аймари же переводит зарубежные песни, она их русифицирует. И надо сказать, получается у нее это очень даже неплохо. Сможет ли Аймари петь в «Гнилом районе», потянет ли она эту роль, вопрос спорный. У певицы большой опыт, но дело в том, что поет она в основном на стримах. А это не то же самое, что петь в реальной группе с концертной деятельностью. Да, у нее было несколько концертов, но это не сравнить с штатной работой в культовой группе. Второй момент, Аймари работает с западным альтернативным роком. Стиль «Гнилого района» – отечественный панк-рок. Это все же разные жанры и будет ли стиль Аймари уместен в «Гнилом районе», сложно сказать. Впрочем, Станислав Буй, лидер «Гнилого района», рассматривался на замену Честеру Беннингтону в Линкен-Парк. Так что все возможно. Чисто по вокальным данным Аймари вполне может петь партии Мегатрона. Они поют в схожих тональностях, так что это реально. Но есть и стилистические отличия. Аймари поет с эдакой хрипотцой, тогда как у Мегатрона чистый вокал. Вот здесь нужно понимать, что если она заменит его, это будет уже не тот гнилой район, который мы знаем. Мегатрона мы знаем, и знаем, как его тембр сочетается с тембром Станислава Буя. Как сочетаются их энергетики. Как будет сочетаться тембра и Аймари со Станиславом, мы не имеем ни малейшего понятия. Кстати, новая группа Мегатрона так и называется, без малейшего понятия. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok